Год назад я уже снимала подобную инструкцию по возрастному макияжу, но с тех пор поменялся мой подход к макияжу. Я стала красить немножко по-другому. Ну и, конечно, захотелось порадовать тебя к Новому году полезным уроком для девочек, кто чуть-чуть постарше, чем я. Поэтому сегодня у нас с тобой прекрасный урок с моей любимой моделью Виколеттой, и я научу тебя делать такой роскошный смоки-айз. Привет! Меня зовут Ирина Лобашова, я визажист, эксперт в мире моды и макияжа, и сегодня у нас макияж посвящен омолаживающей тематике, но с учетом того, что скоро Новый год. Я покажу тебе, как сделать красивый вечерний макияж. Специально для этого ролика я пригласила свою подругу Виколетту, и на ней я покажу преображение и силу макияжа. Как и всегда, я начинаю с подготовки кожи. Для того, чтобы кожа была у нас отшелушенная, я буду использовать пилинг-пэды от бренда Шик. Они прекрасно работают в качестве первого этапа подготовки кожи, когда кожа от природы тусклая, и ей не хватает немножечко как бы снять этот верхний слой. Либо, если, например, ты чувствуешь, что у тебя из-за зимы появились шелушинки, и от этого тон ложится хуже. У этих салфеточек две стороны. Сначала я мягенько прохожусь по всему лицу, а потом шершавенько зашлифовываю только те места, в которых могут быть стратегически опасные моменты. Это чаще всего крылья носа, зона вокруг губ, и иногда это брови. После этого я делаю подготовку кожи с учетом того, что у века леты от природы кожа немножко склонна к сухости. Для того, чтобы на эту кожу легко и мягко нести тональный продукт, я буду смешивать два продукта. Это гиалуроновую сыворотку и масло под макияж. Я смешиваю их примерно в равной пропорции и наношу на все лицо такими мягкими массажными движениями. Таким образом я получаю хорошую напитанную кожу, на которой в дальнейшем легко ляжет макияж. Для того, чтобы подготовить кожу вокруг глаз, я буду использовать свой любимый крем от бренда Кристина. Он прекрасно работает с возрастной кожей в том числе, потому что у него в составе есть специальные такие заполняющие компоненты, которые будут заглаживать морщинки вокруг глаз. Ну и конечно же нельзя пропускать этап с бальзамом для губ, потому что подготовка губ так же важна, как и подготовка лица. И в дальнейшем ты сможешь использовать любую помаду на своих губах. Для того, чтобы создать красивое покрытие на коже, для начала я воспользуюсь базой от бренда Наталии Шик. У этой базы есть замечательное свойство. Она выглаживает кожу, плюс дает легкое свечение. Но не такое свечение, знаешь, как блесточки, добавленные в базу, а именно легкое приятное сияние на лице. В качестве тонального продукта я буду использовать свой любимый Wellness Skin от бренда Pro Makeup Laboratory. Про этот тон я уже рассказывала и в подборке любимых тональных средств этого года, и естественно в подборке лучших тональных продуктов для зимы. Но в чем фишка этого тона? Этот тон прекрасно работает для девушек с кожей 45+. То есть когда у нас одновременно немножко тургор кожи нарушен, при этом есть некоторая сухость, при этом есть небольшие поры на лице, и хочется, чтобы кто-то взял ластик волшебный и все это стер. Так вот, этот тон один из немногих, который работает именно таким образом. Он как волшебный ластик. Он выглаживает кожу, делая ее максимально такой свежей, отдохнувшей. Теперь время кремового румянца. У меня в руках кремовый румянца бренда Reloie. Несмотря на то, что он в упаковке такой фуксийно-розовый, на самом деле он дает мягкое полупрозрачное покрытие с эффектом естественного румянца. Это знаешь, как будто ты немножечко пробежалась, щечки твои раскраснелись, и вот такой естественный пигмент, он вышел на твоих щеках. Теперь нужно зафиксировать всю эту красоту, и я буду использовать шлифующую пудру от бренда Натальи Шик. Она за счет содержания слюды в составе имеет такой светоотражающий эффект. Именно это нам нужно в возрастном макияже. При этом за счет содержания специальных компонентов, которые поглощают кожный жир, эта пудра продлит стойкость твоего макияжа. Мой любимый этап это моделирование лица. Я, естественно, для того, чтобы сделать румянец молоденькой девушке, я буду использовать румян от бренда N-Beauty Young & Beautiful. В чем фишка этих румян? Они имеют одновременно розовые теплые и розовые холодные частички в своем составе, поэтому они максимально универсальны. Плюс их текстура, она заполировывающая, она шлифующая кожа, то есть они не проварятся в поры, даже если вдруг у тебя в этой зоне достаточно широкие поры. Ну и, конечно же, мой любимый продукт для контуринга — это бронзер от N-Beauty, который тоже имеет в себе красивые сияющие частички, но они такие деликатные, без блесточек, создают эффект живых скул, таких подтянутых, но при этом это не то, чтобы ты себе какие-то оранжевые скулы нарисовала. Это максимально деликатный, естественный бронзер. Эти продукты я наношу на щеки поверх кремовой коррекции и пудры, и теперь мы с тобой потихонечку приступаем к макияжу глаз. Сегодня в своем макияже глаз мне хочется подчеркнуть оттенок глаз моей модели Виколеты. У него потрясающие светлые голубые глаза, и для этого я буду использовать не совсем типичные цвета. Обычно для голубых глаз рекомендую использовать бронзовые, золотистые, коричневые оттенки. Я же буду играться с винно-фиолетовой гаммой. Но начнем, как всегда, с построения формы. С помощью мягкого карандаша Каяла от бренда Estee Lauder, в моем любимом оттенке кофе, или какао, как он сейчас называется, я прострою межресничное пространство и сделаю растушеванную стрелку вдоль ресниц. Зачем это нужно? С помощью этого приема я максимально могу смоделировать свой глаз и сделать эффект более пушистых ресниц, открытого века, и так, чтобы глаза смотрелись выразительные. Теперь я воспользуюсь кремовыми тенями от бренда Reluie, в таком красивом розовато-стальном, немножечко бронзовом оттенке. Эти кремовые тени я нанесу на все подвижное веко до складочки, а складку мягко зашлифую с помощью бронзера от En Beauty. Даже на этом этапе макияж выглядит достаточно завершенным, хотя я еще не добавляла сухих теней. Поэтому, если вдруг в этот момент ты уже устала краситься, смело прокрашивай ресницы тушью и беги по своим делам. Я же воспользуюсь красивой палеткой, палеткой Cold Blooded от En Beauty, в которой сочетание фиолетовых, холодных цветов, бордовых и очень красивый розовый цвет. С помощью этой палетки я выделю глаза, а именно углублю мой карандаш этим темно-фиолетовым оттенком, добавлю немножечко сияния на веко, ну и, конечно же, добавлю спаркл. И есть несколько фишек, которые помогают сделать мой макияж гораздо более чистым. Во-первых, я после того, как растушевываю свои тени, всегда использую бронзер. С помощью пушистой кисточки я наношу его в складку века и тем самым получаю мягкий переход между тенями и кожей. Во-вторых, с помощью пудры я шлифовочно прохожу зону вокруг глаз и подтягиваю тушевку тени для того, чтобы она у меня не заваливала глаз. Таким образом, я получаю очень мягкий и аккуратный эффект. Теперь время туши. Я буду использовать тушь от бренда L'Oreal с максимальным объемом. У моей модели достаточно густые ресницы, но при этом хочется прям добавить яркий объем на ресницы. Плюс мы с ней договорились, что в этом макияже пучки использовать не будем. У нее там свои планы на вечер, поэтому я не могу ей воспрещать ходить без пучков. Посмотри, какая магия произошла с помощью макияжа. Я пока накрасила специально один глаз, чтобы ты могла сравнить, насколько глаз стал больше, выразительней и ярче. За кадром сделала магию до конца и накрасила второй глаз. И теперь, для того, чтобы добавить коже дополнительное сияние, я аккуратно и мягко добавляю кремовый хайлайтер от бренда Crystal Minerals, который подсветит нам стратегические зоны лица, при этом не даст подчеркнуть текстуру кожи. Именно за это я люблю его гелевую такую мягкую текстуру. И, кстати, именно этот продукт вошел у меня в фавориты 2023 года, потому что я открыла его в этом году. И, честно говоря, из рук выпускать его не хочется. Теперь приступаем к макияжу губ. Для начала я стерла бальзам, он уже поработал и не нужен нам в макияже. И теперь немножко затонировала губы и немножко припудрила их по контуру для того, чтобы карандаш не растекся. В качестве карандаша я буду использовать карандаш от бренда Reluie. У него очень правильный оттенок. Он без серинки, без коричневинки и подчеркивает цвет губ моей прекрасной модели. Теперь я воспользуюсь помадой от L'Oreal, которую нанесу на все губы. В качестве объемного акцента я завершу свой макияж с помощью бальзама от бренда Pro Makeup Laboratory, который, помимо того, что хорошо увлажняет, имеет еще сладковатый вкус. Но все-таки целоваться никто не запрещает. Посмотри, какой красивый вечерний макияж получился. Он выразительный, яркий, но при этом мягкий, подчеркивающий внешность моей прекрасной модели. Ну и, конечно же, я постаралась в нем собрать разные бренда из разных категорий. Что-то подороже, что-то подешевле. Но самое главное, что все эти продукты можно спокойно в любой момент купить в магазине, а не ждать из-за границы. В каждом ролике, как и всегда, у нас с тобой конкурс. Условия не меняются. Лайк этому видео, подписка на мой канал. В комментариях пишешь секретное слово, которое я спрятала в этом видео. Секретное слово я спрятала в том месте, где использую красивую палетку теней для глаз. Я надеюсь, что тебе понравился этот выпуск. И если ты вдохновлена именно приемами антивозрастного макияжа, то добро пожаловать на мой канал. У меня есть целый плейлист, посвященный только этой теме. Спасибо, что была со мной. И помни, быть красивой каждый день это просто. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok